Важный пункт программы – забота о здоровье детей и наблюдение за нерадивыми родителями. На юридическом языке внедряемые изменения называются системой мониторинга. Она призвана исправить некоторые слабые места, тем самым упростить жизнь части асоциальных семей, а также тем, кто по непонятным причинам избегает работников сферы здравоохранения. Система мониторинга позволит исключить потерю детей. Сейчас проблемным семьям очень легко выпасть из поля зрения врачей и работников в области охраны детства. По крайней мере, до того момента, как ребенок пойдет в школу. Дети, о которых поступает информация, в соцзащиту обычно уже 6-7 лет. И если за эти годы малыш не бывал у врача, запущенное здоровье – лишь малая часть возможных проблем. Мы передали законопроект на рассмотрение правительства. Он будет рассмотрен в декабре. Новая система в большей степени основана на развитии обмена информацией. Конечно, она добавляет работы и ответственности работникам в сфере охраны детства и семейным медсестрам. При внедрении системы мониторинга все данные о новорожденном автоматически заполнятся в электронную карту его матери, в системе ее семейного врача. При сотрудничестве больничной кассы и союза семейных врачей будут установлены временные интервалы, через какой промежуток времени ребенок должен показаться врачу для проверки здоровья. К этому всему прибавятся также и визиты семейных врачей и медсестер на дом. Чем раньше они нанесут первый визит, тем лучше. Кроме контроля здоровья, также станет ясно, в каких условиях живет ребенок. Сами врачи отмечают, что это нужное и очень правильное новшество. Если ребенок уже с малого возраста был чем-то болен, особенно какие-то такие скрытые заболевания, которые сразу не бросаются в глаза, они со временем усугубляются, становятся уже хроническими и, соответственно, ребенок отстает в развитии. То есть он приходит в школу не совсем зрелым, не совсем готовым к учебному процессу и, соответственно, потом все хватаются за голову. Если время посещения врача наступило, а в инфосистеме нет ребенка и незаметки, то доктор получает оповещение. Врач или сестра посылают семье напоминания. Если на приглашение реагируют и врача посещают, все в порядке. Если вновь игнорируют или выясняется, что адрес больше не актуален, например, семья переехала и не сообщила об этом, семейный сможет послать информацию о потерянном ребенке в департамент социального страхования автоматически. Если попытки отыскать семью и ребенка не увенчаются успехом, то департамент имеет право приостановить выплату семейных пособий, но это самая крайняя мера. Также это заставит потенциальные семьи, входящие в группу риска, снова дать о себе знать, чтобы иметь источник дохода, а департамент передаст информацию о случившемся местном самоуправлении. Субтитры создавал DimaTorzok